Жители села Новоалександрово Суздальского района живут практически без воды. Уже много лет идёт борьба с плохим водоснабжением и водоотведением. Воду или просто отключают, или течёт она цвета апельсинового сока, причём с мякотью. Естественно, фильтры не справляются с очищением воды хотя бы до приемлемого уровня. Ржавый цвет жители видят как минимум 3-4 раза в месяц. Однако так было не всегда. Вода у нас была голубая. Все всегда завидовали, почему у вас такая вода. Самая чистая вода была. А теперь наша вода превратилась в пиво. Когда отключают электричество, свет, у нас сразу при включении идёт ржавое. Это можно сливать её, грубо говоря, часа два. Ей нельзя пользоваться. Бельё, конечно, под детское стирание бельё – это ужас. Маечки сначала белые, а потом становятся жёлтые. Эта проблема распространилась полностью на всё село. В том числе и оранжевая вода, по словам жителей, наблюдается и в детском саду, и в школе, и в колледже. Да и в жилых домах приходится сложным. В селе много семей с детьми, помыть которых в подобной воде не представляется возможным. Напор идёт слабо. Особенно страдаем мы по улице Владимирской, по селу. Потому что туда вода доходит слабо. Но вода такая же. Вот всегда одинаково. Вот сегодня показали воду, она сегодня вроде как бы получше. Бывает ещё такая жёлтая прям. При этом за воду местные жители платят исправно. Хоть и практически не пользуются ей. А с июля 2024 года власти обещают ещё и тарифы повысить. Мы за эту воду платим большие деньги. За воду поистине техническую. Это было доказано в прошлом году. Очень многим по тому анализу, который был сделан и который обратились в СКС, Суздальские коммунальные системы возмещали расходы между водой питьевой и водой технической. Они делали перерасчёт. Наталья Семёнова говорит про внеплановую проверку от Роспотребнадзора, которая была организована как раз из-за многочисленных жалоб жителей села Ново-Александрово. Как утверждают в надзорном ведомстве, исследования проводятся и на постоянной основе выявляются несоответствия с санитарным требованиям по нескольким показателям. Это общее железо, марганец и мутность. Очередную проверку Роспотребнадзор провёл сразу после съёмки 6-го канала. Мероприятия по улучшению качества питьевой воды включены в муниципальную программу, которая реализуется в регионе в рамках национального проекта «Чистая вода». Сегодня, 20 марта, был осуществлён очередной выход в рамках предпроведочных мероприятий для отбора проб питьевой воды. Соответственно, результаты находятся в работе. Ржавая вода также вызвала большой общественный резонанс в социальных сетях. Так, например, жалобу во Вконтакте увидел правозащитник Роман Арды Куца. Сейчас он готовится идти в суд, чтобы представлять интересы жителей села. Есть 307-е постановление правительства Российской Федерации, связанное с предоставлением коммунальных услуг, из которого предоставление вот такого рода услуг, если идёт ржавая вода, жёлтая, фанта вот эта, уже, уже необходимо привлекать к ответственности, даже если это единожды произошло. Естественно, жители на постоянной основе общаются с местной властью. Однако, как утверждают сельчане, те постоянно разводят руками и пишут, что ведётся работа. Так, как нам пояснили в администрации Суздальского района, о проблеме они в курсе. Но так уж вышло, что практически по всему району вода непригодного качества, а менять всю систему водоснабжения, очищения и отведения дорого. И не всегда сверху согласовывается такое большое финансирование. Но, по словам местного чиновника, прогресс уже виден. У нас на текущий год подготовлена проектная документация на замену практически километра сетей водоснабжения, где-то на 4,5 миллиона рублей. И тоже самые заявки предоставлены для участия в региональных программах. Ждём решения вопроса по финансированию. Очень надеемся, что он будет рисун. Но ситуация должна стоять лучше, да? Она идёт лучше. Но, поверьте мне, много лет работаю. Она улучшается с каждым годом. Также районный чиновник рассказал, что с прошлого года они начали действовать более радикально по вопросу очистки воды. Готовы три проекта для населённых пунктов Павловская, Красногвардейский и Садовый по капитальному ремонту сетей и установке станций водоподготовки. Стоимость более 63 миллионов рублей. Власти также ждут решения по финансированию. По словам замглавы райадминистрации Александра Овсиёнка, как только начнётся строительство этих станций, документация столь масштабного проекта будет готовиться и для села Ново-Александрово. Ну а пока, видимо, придётся справляться покупной водой и бесконечным количеством фильтров. Дарья Полищук, Артём Замоскин, 6 канал.